здравствуйте дорогие зрители и слушатели добро пожаловать на наши еженедельные уроки по торе обычно наши уроки посвящены недельной главе на этот раз урок будет посвящен не недельной главе по очень интересной причине в конце недели с божьей помощью у нас будет праздник шавот и здесь происходит очень интересный момент если вы живете хуцла арес за пределами израиля диаспоре то у вас и у нас поскольку я тоже все еще живу за пределами израиля шавот длится два дня и первый день выпадает на пятницу второй день выпадает на субботу поэтому все евреи которые живут за пределами израиля на субботу будут читать не недельную главу а чтение на шавот поскольку суббота это шавот с другой стороны евреи которые живут в израиле у них тоже будет получается два праздничных дня но первый день из пятницы это будет шавот второй день это будет суббота обычная суббота и они будут уже читать следующую недельную главу недельная глава носу и поэтому я хочу заранее предупредить уважаемых слушателей что начиная с этой недели несколько следующих недель у нас будет не совпадение в хус ларец в за пределами израиля мы будем читать на одну недельную главу раньше и израильтяне будут нас опережать скоро мы догоним их догоним через полтора месяца поэтому вернемся к теме этого урока учитывая что все таки многие из моих зрителей и слушателей живут за пределами израиля и даже тех кто живут в израиле они тоже в шавот будет читать мигела труд поэтому решил урок посвятить то чему такие евреи будет читать это мигела труд свита крут есть обычай которому уже более двух тысячелетий в шавот читаем мигела труд свиток руд есть очень много объяснений почему мы выбрали именно этот свиток интересно что каждый еврейский праздник какой-то другой мы читаем мигелу другую другой свиток более знаменитый это впора мы читаем свиток эстер 9 ава мы читаем печальный свиток и так далее и на шавот мы читаем мигела труд несколько есть объяснений одно из них с которой мы начнем это связано напрямую шавот шавот это день когда мы получили тору и если можно сказать евреи как бы стали евреями то есть иудели приняли иудаизм есть на самом деле есть разные объяснения разные подходы какой был статус наших праотцов и про матерей до получения то есть авраам и вину скажите пожалуйста паспорте если бы нашли археологи паспорт авраам и вину чтобы его было написано 5 графе то есть в торе написано как раз там у него было как раз написано еврей потому что в торе он упоминается как евреи в рама евреи но его статус вопрос есть большой вопрос или у него статус как евреи мы видим что например яков женился на двух сёстрах то есть если он действительно был полупорам и еврей не должен бы это делать здесь большой вопрос какой был статус евреев до того как они стали евреями но все согласны что после получения тору торы которые мы будем с божьей помощью отмечать живот тут нужно все приняли иудаизм и наверно самый классический момент когда танахи в святом писании кто-то принимает иудаизм это руд это свиток руд руд через который назван этот свиток она была из очень званого рода она была дочь царя мавитянского и с одной стороны она была очень необычный человек она была начать про получается принцесса с другой стороны но а на не знаю кто это за народ наше время учитывая что все народы перемешались мы как бы не не слышим не видим во времена когда вся эта история вся эти события происходили маа это не хочу сказать проклятый народ потому что у него него проклятый но это был отчужденный народ в торе есть запрет мы не можем то есть резкие девушки не могу ходить замуж за амивитян запрет торы тора говорит даже причина потому что когда евреи выходили из египта они не встретили их хлебом солью хотя они были наши родственники и поэтому тора запрещает иметь брак какую-то связь с ними бракосочетание и возник большой вопрос по что довед который был прав на крут когда его хотели сделать царем в бессмедреши возник вопрос бертик его сделать царем кто еще сказать что он стопроцентный хороший кошерный еврей у него прабабушка это рут который главное действующее лицо нашей мигилы и тут это не были было доказано что да оказывается запрет касается именно маевитянских мужчин то есть еврейские женщины не могут ходить замуж за медицинские мужчин а еврейские парни могут жениться на маевитянских девушек ирут она была причастность такого народа который 50 процентов вообще запрещенный народ чуженый народ и она тем не менее она приняла иудаизм хотя она понимала что на нее будут мягко не будут косо смотреть я не слышал от большого раввина который очень много занимался именно вот этим вопросом когда люди из других народов хотели принимать иудаизм рассказывал что всегда когда люди не другой национальности другой расы хотят принять иудаизм он и прям текстом предупреждает туда конечно мы евреи мы всех все люби гейрим вы понимаете вы выглядите по-другому поэтому одно дело когда человек на что внешне внешне похож на еврея и он принял иудаизм вообще даже и не скажешь но когда люди другой расы принимали иудаизм так это надо и было просто предупредить что как мы вас не любили но вам будет тяжело в рмавитян не на них смотрели косо более того там приводится что мы она разговаривала с акцентом на грамматику точно только иврита не знала и тем не менее рут приняла иудаизм поэтому читаем в тот праздник когда мы все евреи как бы приняли иудаизм и стали евреями поэтому этот праздник мы читаем могила труд какой же урок понятно что мы просто не читаем вещи исторические факты которые просто напомню как это все было интересно интересный урок всем нам евреям которые мы приняли уже иудаизм урок труд что ее жизнь была совсем не не сахарная после того как она приняла иудаизм она приехала в израиль она должна была побираться у них не было денег конечном итоге конце могилы приводится что у нее ее правнук это был доведом аллах то есть могила нас учит что иудаизм это не обязательно что вас сразу все будет замечательно хорошо то есть евреи которые уже родились евреями которые теперь хотят соблюдать так можно так хорошо для рекламного ролика его заранее предупреждаю что они обязательно вас зовут пока по маслу возможны будут препятствия да возможно будет не просто но конечном итоге на примере рут мы видим что у нее было счастье и написано очень интересно когда царь соломон это уже несколько веков спустя становится царем написано что возле его престола сидела мать царство эмма малхус и комментарии говорят что мать не написано мать царя по идее написано мать царя то его мама сидела называть шлойма когда стал царем было только 12 лет не то написано мать царство написано что рут дожила увидеть своего потомка и просто давида даже царя соломона который это то есть это самый самый блеск и свет еврейской нации она дожила то есть одной стороны нас мегалат рут учит что да в начале может быть будет не так слов и не так просто но даст бог даст это слово бог поможет если он видит что человек действительно хочет и ему всевышний будет помогать интересный момент подчеркиваю комментарии когда кстати мы учим законы практические законы когда кто-то хочет принять иудызм и действительно учим из этой мегалат рут написано если посмотрите в самом начале восемнадцатом предложении написано что когда наоми свекровь рут ее пыталась убедить иди домой ничего страшно там на самом деле были две девушки на рут и арпа европы тоже сначала на интеллигентно сказала свекрови но я с тобой пойду как же штат ты будешь возвращаться но потом на конечном итоге развернулась и вернулась домой тем не менее рут прошла продолжала свой путь со своей свекрови и там написано что когда свекровь увидела если нас там пуски написано и увидела то что она то есть рут настаивает настаивает в оригинале мы самец это просто напрягается то есть она жмет пытается нет она не сдается тогда наеме скану если так хочешь если вы настаиваете да ты будешь еврей кроме того что из этого учатся такие закон что когда кто-то хочет принять иудаизм его сначала пытаются отговорить не заманить а наоборот сначала ему говорят что вообще понимаете что вы хотите но когда это в это учится мы учим например вот очень интересный момент белинский гаон говорит очень интересный момент что у человека есть у каждого человека есть хорошее побуждение и отрицательное побуждение от нас бог сотворил чтобы мы вот этот баланс у нас был чтобы всегда пытались победить то что у нас внутри есть плохое и наоборот развить и прислушаться к этому нашему внутреннему голосу который нам говорит что-то хорошее литвинский гаон что наша ецарара вот этот негативный голос конечно в первую очередь на что это негативное желание он пытаться будет нас подтолкнуть на грех однако люди которых он на грех не может подтолкнуть что он делает он сначала их будет толкать но как бы чуть ли не заповедь которая наоборот сведет ее его этого человека с пути истины иногда может быть может человек заниматься всякими там митсвами и наоборот грешить этим можно будет ситуация когда вместо того чтобы человек вместо того чтобы помогать жене он идет там синагогу помогать там вместо того чтобы за детьми следить возможно ситуация бы чтобы человек неправильно поступает когда он делает митсву и у человека у богобоясного еврея очень часто я уверен что многие из моих зрителей и слушателей со мной согласятся иногда возможно ситуация нет то что я знаю что делать хорошо что плохо и на себя заставить сделать хорошо добавить ситуация я не знаю что хорошо что плохо теперь если ты просто закон вопрос по закону я не знаю какую броку сказать я не знаю или что-то можно сделать в шаббе мы можем спросить раввины можно открыть умную книжку иногда возможно будет ситуация не аллогическая а практическая человек не знает или правильно где жить куда послать детей в школу причем мы хотим сделать чтобы все мы хотим делать действительно волю всевышнего иногда человек не уверен на правильном пути того и белинский гаон очень интересный момент если человек не уверен и уж очень так она хорошо все идет и так все здорово и так все прекрасно надо быть очень аккуратен чтобы может быть это не тот голос меня туда толкает может быть это на самом деле что-то плохое и меня моя яйца рад делает вижу это все так замечательно если уж очень на хорошо идет как это не к добру наоборот иногда когда она не идет как-то тонис не пошло и тут не совпало и тут не то иногда иногда то можно сказать так действительно вот всевышний не хочет иногда наоборот всевышний хочет проверить действительно человек действительно хочет когда авраам шел зарезать своего сына и у него там и он три дня шел но там и река была и все ему мешал так тут тоже когда наоми но он была не уверена свекровь руд она была не уверена или руд действительно серьезно хочет стать еврейка что-то когда ну видно что на я таки это тяжело дается если там прошла не вода хорошо как я такой нет как это все замечательно как я хочу быть еврейка ух ты здорово что-то тут не то но когда она все должна заставить на тебя нас настаивать и такие и она все равно хочет когда она поняла что действительно она действительно хочет стать веке и мы уже евреи должны это знать иногда что когда нам что-то тяжело дается это может быть какая-то мица это может что-то хороший поступок и и хотя бы по-простому хотелось это все кто-то должен куда-то позвонить что-то договориться то позвонили от занято не позвоните вы им надо призвать мне попозже не получается нету связи нет ну ладно уже все мы я постарался суши ну а чем же видел что я попытался может быть наоборот может быть это вещь очень-очень хорошая она просто не дается поэтому люди должны об этом помнить когда мы каждодневные делаем эти мицы надо помнить на примере руд что когда нам тяжело дается без того чтобы сдаться надо наоборот не сдаваться и тогда то же самое что и с руд нас даст бог нас нас и вышли будет тоже в долгу не останется еще одно объяснение почему мегилат руд именно читается шавуот мэдэш говорит очень интересный момент мэдэш говорит что в этом свитке особых законов нету на самом деле я упомянул что были законы самом деле законы гьюра в этом смысле в этом спире свитки такие мы да некоторые законы очень но в целом это не свиток который прям таки аллогический свиток там нету каких-то законов что можно кушать что нельзя кушать то запрещено что не запрещено что же записать женщины его написали показать что такое милосердие что такое делать благ руд ее основная причина почему она пошла со своей свекровью это помочь у неё она знак уважения да у нее умер муж она видит что свекровь осталась вдова она вдова у нее она похоронила своих детей и руд в отличие от орба которая тоже интеллигент на самом деле он тоже предложила давать я с вами руд сделала милосердие и она сделала благо иногда пошла со своей свекрови когда они пришли в израиль именно руд пошла собирать подаянина собирала там колоски и самая главная тема поэтому мы прошу вот этой мигилы то что человек должен творить и делать благо другим какая связь с работа связь с работа тора говорит гемора что тора очень интересно когда вы читаете книжку вы пошли в магазин вы хотите посмотреть о чем книжка что обычно люди делают особенно в наше время очень часто даже уже на детенном листе или там сзади пишут вкратце о книге или первая глава вы пролистали обычно смотрят чего книжка начинается чем книжка заканчивается так ему обращать внимание тора начинается создание адама и хавы и бог дал им одежду изначало торов самый там за завязка да свыше создал 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 и он создал им одежду дал им одежду газет милость милость и благодарность благо он и взял чем-то заканчивается тора заканчивается смертью мать шарабейна кто его похоронил мы не знаем где он похоронен его всевышний похоронил то есть начинается тора с хэсет всевышний делает хэсет адаму и его жене и заканчивается тоже хэсет делать благо так тора построена и основана на вот именно хэсет и делать благо поэтому мы им нашего отчитаем мегалат руд который тоже построена на благо то что руд сделала благо и как я уже упомянул до этого что она остается нет не остается просто так она то есть руд она получила действительно свою награду и поэтому раз уж эта причина почему это читаю хотелось бы обратить внимание что такое настоящее действительно хэс это делают благо другим первую очередь надо понять что иногда люди почему не другим помогают не помогает на самом деле себе почему потому что простой человек неважно какой национальности когда он видит что кто-то мучается так это человек тоже мучается простой человек битом кто-то кто-то страдает вот такой это боль ему тоже неприятно и поэтому помогает природно мы хотим ему помочь нашему другу знакомому потому что нам тяжело если мы этого не видим поэтому бывают такие ситуации когда в люди вместо того чтобы помогать не просто отворачиваться закрывают бывает человек смотрит там какую-то передачу показывает нам страх и ужаса какой-то например за метрисе что-то случилось о кошмакой ужас давайте поменяем канал просто поменять канал можно все порядке теперь от того чтобы поменяли канал даже не знаете что там стало лучше вы хотите об этом думать мне мне лучше им-то лучше не стал на мне стало лучше человек очень часто когда он помогает другим это все равно хорошо слава богу вы до помогать и другим из из не бескорыстных цель они себе на самом деле помогают очень интересный момент как только кому-то что-то становится тяжело как только нам неприятно кому-то помогать так мы переставим это помогать и поэтому приводится здесь рут рут она действительно все потеряла она могла быть себе жить спокойно во дворце все было бы хорошо старая еврейка возвращается домой после возвращается домой интересно бегела труд начинается с чего ноги начинается на что или мелок и его жена наемец наоборот покидают израиль нашему лице говорят чему они покинули израиль на самом деле не были очень состоятельные люди они не или малых было неприятно когда к ним приходили бедняки и они него просили деньги им надо было помогать а в израиле был голод и он покинул израиль потому что он не хотел делать добро от кем был большой человек он был непростой человек он был один из величайших людей этого поколения поэтому не нам его винить но нашему лице говорят что он подкинул израиль потому что не хотел творить добро не хотел помогать и к сожалению он поплатился жизнью он потерял своих сыновей и от него лично ничего не произошло с другой стороны рут наоборот она прошла через все и из этим мы видим что милость и и помогла построить царский род и в конечном итоге мы шеях кроме того что она помогает другим очень интересный момент как она помогала мы видим других местах когда люди помогают тоже тора и и писаниях написано и в это тоже писаниях про его и сад книжка и вы там основа эта книга посвящена и настраданиям и его интересно в гиморре приводится несколько интересные вещи про вот этого его написано что и он был очень хороший человек он прощал он не придирался он прощал что такое как это объясняет гимора когда бывало он что-то покупал там получалось если там на наш язык перевести пол копейки пол копейки не не разделить да там разделить на пол килограмма и там так он всегда округлял не в свою сторону то есть он прощал если так можно сказать он прутан и по времена гимора это было прута когда там было полпрута он прощал он давал ничего страшного он прощал теперь другие комментарии и я написал что он давал много вздох он раздавал деньги беднякам вот такой хорошим давал 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 но гимора подчеркнет о смотрите когда он делал бизнес когда он делал это купе-продажу есть там что-то на был накруглял не в свою сторону знаете почему потому что тут эти деньги принадлежат ему и на самом деле это его ему ничего не колыша чё-чё меня на проще что мне надо когда он дает деньги беднякам это не бескорыстно знаете почему потому что приятно вот я спонсировал там суп 15 человек у меня специальная кухня они приходят на шаббат у меня гости на шаббат это очень хорошие вещи ни в коем случае они при уменьшают сети из огромное количество еврейских организаций которые помогают бедным которые помогают больным это очень замечательно но иногда бывает что там искать элемент что я помогаю не только не мог а помогаю себе поэтому это то что я сделал это было замечательно но когда дело касается пол пруты полкопейки даже мои полкопейки хочу должен прочитать теперь какую-то сторону надо было округлять понимаете этот покупатель у меня же 10 раз приходит понимаете 10 раз вот так вот каждый раз по пол копейки знаете накапывает и мог простить вот эти пол копейки геморрами подчеркивает это потому что здесь его это не ник не колышет ему это ничего не болит и все равно он отдавал этому человек тоже надо приучить себя помогать другим не потому что мне так хочется мне потому что за него ой как нет него жалко даже когда мне его не жалко иногда бывают ситуации он сам виноват давай ситуации вы его предупредили он сам купил попал какую-то глупую ситуацию вы кому-то сказали не покупать что-то не ехать туда он завтра потерял много денег теперь у него нужны нужна помощь я же тебе предупреждал я и наоборот вы на него злитесь но вы знаете что ему нужна помощь и вы должны на помощь потому что это таки настоящий называется хэс еще один момент как делать хэссака помогать другим тоже мы учим из мигла труд на этот раз бааз бааз что случилось когда руд приехала приехали они пришли бы приехали в израиль и чисто случайно подчеркиваю комментарий чисто случайно вы понимаете чисто случайно руд попала на поле бааза база самом деле это был родственник его покойно ее покойного мужа и бааз действительно сказал ей чтобы он сказал там своим рабочим чтобы ей давали это собирать колоссы и которые упали и у вас я делал на наш со более современный язык базе дал сдоку то есть он дал дал и она если ты пришла когда пришла к свекрови на непропорционально много принесла еды и свекровь была очень удивлена что ты как-то так а столько много принесла и если вы посмотрите в этого во второй главе мигла труд 19 постки написано и сказала ей свекрови и где собирала ты сегодня где работала где ты собирала и это будет благословен благодатель твой и сказала на своей свекрови у кого она работала и сказала то у человека которая я сегодня работа так в оригинале написано что она работала это перевод на русский язык на самом деле я давала как бы ему дословный перевод если вы посмотрите сашер ососа ему бы томя шема иш ашер оси ти ему я сделала ему это на самом деле дословно перевод более литературно как бы я работала у него написано в оригинале написано работала делала это значит что она ему что-то еще дала ашер оси ти ему человек которому я давала комментарии говорят на волосы на ворок который тебе давал кто кому давал на волосы ашер оса и мне надо было написать человек который дал мне его зовут бас а там написано что человек которому я давал говорят комментарии с медреж и гимора которые говорят что когда мы кому-то даем милостыню когда мы кому-то даем что-то больше чем тот богач который дает бедняку на самом деле бедняк дает богачу потому что на небесах что происходит на небесах у и помощь какую митцу получает агачка будет получать броку в благословение получает можно за несколько долларов за несколько шекелей купить из так можно сказать получить такую митсу такую заслугу поэтому гимора говорит что больше чем богач дает бедняку бедняк дает богачу и они приводят вот смотрите как рут говорит что я дала ему да я тебя ему было то него мне дает я ему дала потому что я ему дала возможность мне помочь и вот действительно гим поэтому в руте в медиле написано я дала им очень интересное объяснение если глубже посмотреть как-то со мной интересно как она значит она своей свекрови рассказывает на своей свекрови рассказывает есть такой тип людей когда вы ему поможете он на вас смотрит как будто знаете он вам взял замечательное одолжение все хорошо дал так прощаться смешно немножко рут как бы говорит своей свекрови вот я ему я ему сделала митсу ему дала возможность сделать митсу как то что странно молодым говорит что она когда вернулась домой она не чувствовала что ей дали вздоху она чувствует как будто она действительно сделала одолжение что я могли помочь то есть она искренне не чувствовала что на как бы получила подаяние она чувствует ей 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 такой форме дали этот вздох и дали вот эту еду что она еще как бы почувствовать что вот они были настолько довольны мне помочь что чуть ли не я им дала на это чувство и это нас учит замечательно кроме того что надо давать надо помогать но как давать иногда можно дать человеку что он уж он уж поймет что вы ему что-то дали он запомнит на всю свою жизнь а иногда наоборот мы учим от нашего праотца авраама в торе тоже в торе написано в начале недельной главы ваэра когда авраама показалось три путешественника и по одному из объяснений это было три араба авраам сидел была жара авраам сидел ждал гостей наконец-то видит вдали ее 3 бедуина не могли быть арабами на самом деле потому что арабы то потомки ишмаэля ушмаэля еще не было детей поэтому ему ишмаэля было 13 лет бедуинами так вот авраам авраам увидел трех бедуинов и он написано побежал молодой человек только что обрезался так он побежал на встречу поклонился и сказал пожалуйста господа мои придите ко мне я вас хочу накормить он чуть ли не умолял нагнулся как будто пожалуйста я вас умоляю сделайте мне одолжение я вас я вас хочу накормить то есть когда человеку вы делаете одолжение когда его кормите надо не сказать ладно так и быть голодные иди сюда так и быть Beispiel надо так это делай чтобы ему ничего к как минимум чтобы они чувствовав вашим должником как минимум если вы можете так чтобы он чувства что вы наоборот он там еще что-то сделал так еще лучше но как минимум чтобы человек не чувствовав вашим должником и этот человек действительно должен постараться когда мы когда мы уже допомогаем кому то я несколько раз уже это не значит, что не надо давать это не значит, что если вы не можете вот так 100% искренне бескорыстно дать, так не надо давать конечно, надо давать потому что в следующий раз, знаете, кто-то вам или вы по почте получаете, может, конверты иногда или вам звонят, или вам кто-то в синагогу приходит и вы скажете человеку вы знаете, я понимаю, вам деньги нужны я только что целую лекцию прослушаю знаете, я еще не на том уровне, что я могу всем сердцем вам дать знаете, прийдите мне через месяц и ему нужны деньги сейчас дайте ему деньги, не переживайте но надо учиться учиться, как митцву делать не просто дать, не просто кинуть швырнуть и так далее еще одна причина почему мы читаем эту медилу почему мы читаем этот свиток, именно в Шавот приводится, потому что Шавот это день, когда в Иерусалимской Томуде приводится это день, когда умер царь Давид и кстати, некоторые говорят, что если он умер в этот день, наверное, он убился тоже в этот день и учитывая, что царь Давид был потомком Руд так мы именно в Йорцайт царя Давида читаем Мигелатру кстати, интересно Шавот это Йорцайт знаменитого Балшемтова основателя хасидизма тоже, кстати, его Йорцайт в Шавот люди некоторые говорят полушутян что интересно что Балшемтова Йорцайт в Шавот Шавот на самом деле день получения Тора Веленского Гаона Йорцайт в Сукот Сукот это день это праздник радости и у людей у простых людей не обязательно умных людей простые люди говорят у нас, знаете, хасиды хасиды они там веселятся танцуют там по могилам разъезжают ну Тора ну это не ничем не тем, чем можно похвастаться с другой стороны это литваки мяснагни как вы это называете они там все Тора Тора да вот у них Тора ну радости у них, конечно, мало но зато у них Тора то есть создается впечатление как бы сто раз как бы что хасидизм посвящен радости и у них мало Тора а в течение местах где наоборот у них много Тора мало радости так очень интересно основоположник хасидизма Большимтов его Йорцайт именно в Шавот именно в день получения Тора а я не могу сказать как бы основоположник но один из самых знаменитых знаменитых лавинов который дело историческое который не пошел за хасидами до вас это скажет веленский Гаон и поэтому называются они литваки и интересно что его Йорцет он умер в Халамо и Цукот этот день именно то есть еще раз вместо того чтобы говорить и наговаривать на других надо помнить что у всех евреев у них есть и Тора у них есть и Симха к какому вы лагерю вы себе не принадлежали если если вы беспартийный это тоже хорошо еврей должен расти чтобы у нас было и Тора и Симха это между прочим перед Шавотом но как я уже упомянул в Шавот это Йорцет Давида Мелаха царя Давида и поскольку это Йорцет царя Давида именно Шавот поэтому мы мы читаем Мигила Трут которая которая написана была Шмойля и как я уже сказал вопрос вообще был был вообще вопрос или Давид Кошерный еврей или нет поэтому специально мы читаем мы читаем эту Мигилу в Шавот теперь я хочу поделиться я кстати специально поближе к концу урока это оставил потому что немножко интересный подход и я надеюсь я правильно его расскажу я видел в Мойше Пайнштейн и Мойше Пайнштейн говорит очень интересную вещь а Мойше Пайнштейн говорит смотрите как начинается Мигилат Трут Эли Мелах со своей семьей покидает Эрит Сесрей это был грех они были они были неправильно поступили они были они были наказаны или Мелах умирает и так далее но Смотри как интересно в конечном итоге что из этого получилось из этого получилось руд наеми воаз в конечном итоге все получилось хорошо meidän очень интересный момент что в этом мире все что в этом мире происходит в конечном итоге как-то каким-то образом это будет хвала всевышнему это наоборот чтобы восхвалить всевышний ты лим последним из салма мы говорим колонны шама ты алла аллука мы говорим что всякая душа восхвалять всевышнего это конец в Таилим мы говорим это утром и задают вопрос каждая вся душа я знаю очень многие души которые не хвалят всевышнего я ведь знаю наверное некоторые вас тоже знают не все прям таки Таилим весь день говорят да это уже говорили даже среди евреев и не только среди евреев другие народы есть не все а мы говорим не всякая душа всякая душа написана нишама любая душа хвалит всевышний а более того наши комментарии говорят нишама это значит как бы дышание на самом деле там нишима нишима каждое дыхание это хвала всевышним я же там это хвала всевышний который мышь и панча на самом деле все люди все сколько там миллиардов есть каждый из них по-своему служит всевышним он этого не дает себе отчет но каким-то образом каждый даже когда кто-то делает грех каким-то образом на самом деле это вот это огромный огромный пазл и каждый кусочек это пазла куда я должен попасть теперь это не значит не дай бог не значит что когда человек согрешил но знаете отлично там мой мой вклад я понимаю что я поступил плохо видите даже из плохого что-то может получиться хорошее знаете кто-то кого-то убил возьмем такой экстрим объяснить пример бася убил петю прям просто хладнокровно взял застрелит теперь если есть бог на свете конечно у каждого человека есть право выбора этим отдельным уроком почему это не противоречит что всевышним всем руководить с другой стороны справа выбора каким-то образом если вас убил петя почему-то петя должен был погибнуть и как это все должно начать почему-то жена петя должна стать вдовой его дети должны стать по какой-то причине сиротами всевышний все это проследил и что должно было бы получается вася правильно поступил все значит так должно было быть конечно ни в коем случае и это грех и и каждый грех будет и должен быть наказан но поэтому еще по что в общем конечном итоге из каждого даже греха каким-то образом будет что-то какая-то хвала шаму и при мощи говорит что если посмотрите рокер меня у 50-й своей главе он говорит что когда придут мы шеях всевышний кого будет искать грех не сможет найти потому что когда придут мы шеях мы увидим всю картину и мы увидим что даже когда люди решили на самом деле каким-то образом конечно только это все было хорошо опять таки я поэтому говорю я специально стану на конец урока потому что я надеюсь что те кто дослушали мой урок до этой части так они уже более знанием знающие понимают немножко более общие законы тары но гаэта мальчапанечна в конечном итоге все будет добру каким-то образом это не в коем случае ни в коем случае не пользуется как оправданием но когда мы видим в мире мир скажет у каждого в жизни происходит очень много моментов всем мы слава богу живем вокруг у нас много людей у нас есть много знакомых до религиозные нерелигиозные не важно какой национальности какой расы животные звери насекомые мы живем в огромном огромном мире и очень много чего происходит и очень часто вещи которые вокруг нас вокруг нас на нашем личном уровне происходят как это все вышли такое допустим почему это такое как это так если посмотреть более в глобальном масштабе то что вообще в мире происходит а вы слышали это слышали это что же происходит надо знать что в конечном итоге почему-то как-то как обычно все все добро все добро это более глупо конечно в итоге это какой-то один огромный пазл который всевышний собирает и даже наша вот эта мигела труд начинается она с очень такого печального с греха конечно только каким-то образом хочешь ты из этого хорошего похоже на это кстати и интересный момент откуда взялся народ моава если уже смотреть исход откуда начинается народ моав из которого была рут моа от папы народ на свой перевод этот папы многие из вас конечно знают что племянник авраама лот когда он бежал из дома моего они бежали в пещеру его две дочери думали чтоб все конец света никто не остался и они прямо в смысле слова забеременели от своего отца и старше назвала своего сына моав от папы кстати мудрецы говорят что неправильно она сделала не хорошо как бы так нагло на этим моав от папы это неправильно поступило но так начался этот этот народ и знаете ко всему все же я вам рассказал про этот народ ко всему не они ничего так так они зачатие этого народа произошло но говорят комментарии она хотела хоть она вроде бы сделала гадкую вещь но поскольку она в какую-то часть имела в виду ради бога это сделала конечно были свои знаете она не только это ради этого делала бы нет мы не знаем что она именно имела ввиду но основная ее причина была она боялась что конец света и она сделала вот этот акт чтобы кого сделать митсу поэтому в конечном итоге это что-то хорошее получилось они конечном итоге и она стала матерью целого народа причем народ с одной стороны тот народ который уже сказал отрицательный и отвратительный но если можно сказать народ который евреи скажем вообще с ними не хотим родниться с другой стороны это тот народ который дал нам рут и который дал 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 опять таки мы видим что мы никогда не знаем какая вещь чем она закончится куда она вылится и условно давайте перед преддверии шивота когда мы будем читать мигелат рут мигелат рут нас нам напоминает о том как рут стала еврейка что ей не было просто в конечном итоге она стала эйма малхус точно так же в иудаизме не всегда у людей все идет как по маслу но иногда иногда принять какие-то усилия наоми как она узнала что ее действительно невестка хочет быть еврейка когда она увидела что это и дается нелегко когда с наоборот все очень так все просто и легко не обязательно это к добру рут нас научила как делать милосердие как делать благо не не под не только потому что нам так хочется а потому что кому-то надо помочь баз нас научил что когда мы кого-то помогаем надо делать чтобы человек чувство себя должником наоборот рут пришла сказала что как бы я его помогла и будем надеяться что могила труд которая рассказывает нас нам о зачатии именно взрослого рода царя давида и потом шлойма и будем надеяться что действительно мы доживем к оболоса то ли получим тору наш а вот и доживем до прихода маши их большое спасибо за ваше внимание и до встречи в эфире ваше внимание и до встречи в эфире